Ну что, ты готов посмотреть новенький Бравл Толк? А что, если я тебе скажу, что на премьере Бравл Толк остаётся меньше 30 секунд, и мы с тобой за это время должны кое-что сделать? Ведь уже через 20 секунд мы с тобой посмотрим самый настоящий концерт Бравл Толка на русском языке, и я думаю, что он будет очень интересный! Поэтому заслуживает твоего лайка, ведь ты должен поставить лайк и подписаться на канал за 10 секунд, у тебя остаётся очень мало времени! Обязательно это сделай, и наш Бравл Толк прямо сейчас будет начинаться! А ты его смотри очень внимательно, и мы с тобой просто сравним, какие из этих идей из концепта сбылись в настоящем Бравл Толке! Давай сначала узнаем информацию про нового Бравлера! Маг воды и главный управляющий секретной базы Стар. Нифига себе! Такого Бравлера я даже не ожидал увидеть! Выглядит он, конечно, круто, но с какого фига он здесь нарисованный, я чё-то прикола не пойму! Обычно в Бравл Толке нам сразу же показывают 3D-модельку нашего нового Бравлера! Но для того, чтобы держать себя на ногах, он должен периодически пить воду! Стоп! То есть он будет выпивать воду, которая есть на картах? Но есть же карты без воды! А как он будет там справляться? Этот вопрос пока что остаётся открытым! Самый странный боец за всю историю... Это я уже заметил! Потому что нет ещё такого бойца, который просто пьёт воду с карты! Ведь он знает, что он компьютерная симуляция и находится в игре! Но, похоже, это не всё, что мы о нём знаем! Вот, это как-то странно! Который увеличивается в зависимости... Нам даже все расписали уроны, которые будут наносить его пули! То есть первая пуля будет самая огромная и будет наносить почти что 1К урона! Его ульта даёт ему водный щит, который защищает его на 60%! Нифига себе! Вот это, конечно, прикольно он выглядит! Подожди, а он чё, на карте будет так же выглядеть? У него останется только лишь одна его башка? Непорядок! И наносит 310 урона в секун... В смысле? Подожди, это как-то странно! Обычно все наши предметы в Брау Старсе либо наносят урон противникам, либо защищают тебя от урона! А здесь и защита плюс урон одновременно? Такого в Брау Старсе у нас точно ещё не было! Кунду противникам, подошедшим к нему, при завершении супера происходит всплеск воды... Он ещё и взрываться будет! ...который замедляет всех врагов в радиусе на 2 секунды! Вы чё, дураки? Ещё и замедлять? Это вообще какое-то читерство! Такого в Брау Старсе у нас точно быть не может! Это прям перебор! Время действия супера 8 секунд! Нифига себе, а чё так много? Поговорить о скинах боевого пропуска... О, сейчас мы с тобой узнаем новенькие скинжанские! Торговец Ту за первый уровень? Вы чё, кокнулись? Это вообще-то вроде как у нас мифический... Или, подожди, или эпический бравлер? Напомни мне, пожалуйста, в комментариях, а то я чё-то об этом совсем забыл! У нас же Сту это эпик, и я думаю, что за первый уровень сразу же выдавать эпического бравлера нам, скорее всего, не будут! Но выглядит он круто, ладно, так уж и быть! С этим я соглашусь! Уровни Брау Пасса, и Капитан Вектор на последнем уровне Брау Пасса... Сундук Дэрил! Кажется, это мне что-то напоминает, потому что у нас есть мега ящик, есть омега ящик Дэрил! Сейчас решили ещё и сундука добавить, да? Ладно, у нас же настоящий пиратский сезон намечается! Штурман Ева! Штурман Ева! Я даже не знаю, как её оценить! Насколько бы ты оценил этот скин по 10-бальной шкале? Напиши внизу в комментах под видео! А можно было Спайка как-то подетальнее нарисовать? А то у меня такое чувство, как будто бы его вообще нарисовали в каком-то пайнте! Окей! Квартир Мейстер Мбортис! У меня даже не с первого раза получилось его название сказать! Чё это вообще за слово-то такое странное? Нет, такой скин мне что-то не нравится! А вот этот Эдгар точно какой-то кокнутый! Золотой зуб Эдгар! Зубы, конечно, золотые у него есть, но такой скин мне что-то вообще никакой не нравится! Также есть канонейр Вони, тоже из пиратской тематики! Окей, будем знать! Нифига себе, а такой скин уже прикольный! И он будет за силовую лигу! А ещё у нас будет вот такие вот две аватарки! Ну, аватарки выглядят прикольно! Так уж и быть, с этим соглашусь! Новые пиратские спреи и пины! Опа-на, нифига себе! Добавят новенькие эмодзи! И смотри, как они круто выглядят! Вот эмодзи на самом деле вообще приколдесные! Ну и граффити тоже нормальные! Не знаю, конечно, буду я их использовать или нет! А при прохождении пиратского испытания вы получите особый пин и спрей сразу! Опа-на, будут ещё и новенькие испытания на пины! Ну, как обычно, с каждого обновления у нас появляется такая же звука Бравл Старса! Лучше нового Бравлера, только новый режим! Новый режим пиратская война! Цель режима уничтожить вражеса! Такого в Бравл Старсе у нас ещё не было! Кажется, намечается новенький режим! И корабль ядрами из пушек! Но сами по себе, естественно, они не будут стрелять! На зоне корабля будут появляться с... А кто ими должен стрелять? Нам что, нужно просто на них наступать и тогда они будут сами отлетать? Или нужно будет просто брать их в руку? Снаряды можно брать по одному! И по несколько, до четырёх штук! Но каждый снаряд будет замедлять ваши передвижения и чем больше... Ну, это логично, потому что он же капец какой тяжёлый должен быть! Чего вы берёте снарядов, тем медленнее вы движетесь! Так же вы сможете от... А в чём суть режима? ...ковать врагов и мешать им собирать снаряды, как со своей зоны, так и с их зоны! А, то есть можно будет ещё на чужой корабль тоже перебегать! Это, конечно, как-то очень странно, но очень интересно! Нужно бы такое затестировать! Это далеко не конечно, что является... Это понятно! Наверное, пляж? Не, это чуть позже! Сейчас мы поговорим о немного другой теме! Подводный мир! Это значит, что будет второй бравлер! Кажется, будет у Отиса новенький напарник! Потому что, как ты помнишь, Отис у нас как раз-таки из подводного мира! И второй новый боец! Сверхредкой редкости это фиша! А у нас, кстати, будет второй новенький бравлер! И, как ты знаешь, в этом бравлотолке у нас тоже появилось два новых бойца! Это мы с тобой уже знаем! Боец будет Фишер! И, на самом деле, он как-то прям очень сильно похож на Рикошета! Тебе так не кажется? Может, создатель этого видео просто перепутал и реально взял скин от Рика? Мне кажется, такое более вероятно! Робот-обитатель секретной базы ста! Его главная задача сохранить жизнь подводным жителем на территории базы ста! То есть, он, кажется, будет саппортом! Да, он будет просто отхиливать наших тиммейтов! Это все понятно! А можно было его показать хотя бы? А! Вот нам и показали! Он также будет стреляться водой, как Амбер! Только получается водой, а не огнем! Ой, что-то я уже запутался! Ну ладно, давай смотреть дальше! Урона в секунду, но и точная заряда максимальная! Чуть дольше луч Фишера преследует врага, тем больше он наносит урона! А! То есть, еще и так! Чем дольше он стреляет, тем больше урона наносит! Это похоже на пассивку у Эмс! Повышая свой урон на 1% каждую секунду! Своей ультой он может погружаться в воду в течение 18 секунд! Тем самым, делая себя неуязвимым! Чего? Неуязвимость в воде? Это что еще за читерство? Мне кажется, это прям какой-то перебор! Он что, будет просто нырять в яму с водой? Мне кажется, в нокауте это будет просто имба! Атаковать под водой он не может! Логично! Опа-на! А что нам скин так быстро показали? Ладно, пофиг! Если что, могли просто поставить на паузу! Русалка Амбер! Нифига себе, она, конечно, выглядит приколдесно! Но почему она опять нарисованная? И как она будет передвигаться? Мне кажется, она будет просто прыгать как-то очень смешно и очень нелепо! Следующий скин Угарь Байрон! Ээээ, нет! Его я точно поставил бы дизлайк! А вот водоросли колют! Выглядит скин поприкольнее! И она, на самом деле, очень похожа на Амбер! Также новые пляжные! Также хотят добавить новенькие эмодзи! Или это новенькие граффити? Я пока что немного не понял! Опа-на! Новенькие гаджеты! И давай с тобой попробуем предположить, на кого может быть каждый из этих гаджетов! Первый, по всей видимости, Леон! Второй, Тик! Третий, наверное, от Грифа! Четвертый, вообще даже не подозреваю! А последний гаджет, мне кажется, от Макс! А как ты думаешь, на кого могут быть эти пять гаджетов? И напиши обязательно внизу, в комментариях под видео, совпали ли наши мысли или нет! Может быть, ты думаешь на каких-то других бравлеров? Ну, а еще, конечно же, не забудь поставить лайк на это видео, подписаться на канал и глянуть предыдущий видосик, потому что он тоже был очень интересный! А тебе осталось всего лишь на него нажать!